здравствуйте товарищи начальник вещевой службы полка старший лейтенант вешалки сегодня мы с вами поговорим о некоторых элементах военной формы советской армии пройдемте на учебное место номер один поговорим о солдатских и офицерских сапогах сапоги кирзов сделали они из кожи заменителя кожаные в этих сапогах являются только сами ботинки голенища выполнены из кож заменить вот эти сапоги кстати реплика они не советские но сшиты по советским лекалам есть язычки для удобного надевания этих сапог 1988 году им на смену пришли сапоги с застежкой и они сохранялись на вооружении до самого 2012 года пока сапоги были полностью не отменены офицерские сапоги эти сапоги называются яловы они уже являются полностью кожанами кстати у меня эти сапоги 1973 года 42 размер полностью кожаные из кожи яла выдавались они офицерам прапорщикам и солдатам пограничных войск курсантам военных училищ а также солдатам которые проходили службу в группах советских войск европе на мне надеты сапоги хромовые это сапоги которые тело лись из кожи самого лучшего качества и дубление проводилось этих сапог для того чтобы они были мягкие эластичные с помощью солей хрома они носились при парадной и при повседневной форме на мне надета повседневная форма офицера советской армии небольшой разговор о ремнях нас тут представлена коллекция солдатских ремней в 1988 году был введен белый ремень до 88 года в правилах ношения белый ремень не отражался солдатский ремень из искусственного материала очень похож очень материал на линолеум тактический ремень с зеленой бляхой имеет тканевое покрытие которое покрыто сверху резиновым таким составом следующий ремень это ремень для рабочей формы одежды он не покрыт никаким составом является тканевым и кожаный ремень кожаные ремни выдавались курсантам военных училищ солдатам пограничных войск и солдатам которые проходили службу в группах советских войск европе спасибо за внимание до новых встреч друзья спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 이신 Галинин 20